Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа доктора Скачков! А я доктор Скачков. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться. Как правильно дышать. Как правильно пить воду. Как улучшить ваш образ жизни. Чтобы он стал более здоровым. И вы реже попадали на лечение. Занимаясь профилактикой. В этом видео решил осветить очень интересный на мой взгляд вопрос. Очень важный для вашего здоровья вопрос. Как очистить воду правильно? Современная вода далека от совершенства. И если вы воду получаете из системы централизованного водоснабжения. Многие чаще всего не доверяют коммунальным службам. И ставят фильтры под мойку. И это правильно. Если у вас не централизованный источник водоснабжения. Иными словами. Вы берете воду из растаявшего снега либо льда. Из ближайшей речки либо озера. Из колодца либо из скважины. Используйте возможно родниковую воду. В любом случае. Вы эту воду должны дополнительно очистить. Вода прекрасный растворитель для большинства современных экологических токсинов. Которые через воду легко могут проникнуть в ваш организм. И создать вам определенные сложности для вашего здоровья. И когда вы ведете оседлый образ жизни. Как правило вы воду очищаете. Вот когда вы вынуждены поехать в командировку. Или решили поехать в отпуск. Вы решили пойти в туристический поход. Либо вынуждены поехать куда-то в санаторий на лечение. У вас меняется вода. Вот как вам в этих условиях не попасть на диарею путешественников? Известный термин. Сегодня 80% инфекций передается через воду. Слава Богу! Уже научились правильно обрабатывать пищу. И пища реже становится источником инфекционного заболевания. Чем вода. Но! Как только вы начинаете перемещаться из превышеших вам домашних условий. У вас могут создаться определенные сложности. И вот как очистить воду в походе либо в отпуске. И либо в других условиях вне дома. Вы узнаете прямо сейчас. Часто врачи считают основными виновниками низкого уровня здоровья человека. На мой взгляд это соответствует истине лишь частично. Для первой встречи с врачом. А чаще это не профилактический прием. А по поводу лечения различных заболеваний. Для развития которых вы должны были вести специфический образ жизни. Если же на приеме врач не смог убедить вас. Изменить правильно режим питания. Применить правильный рацион питания. Правильно пить воду. Внести другие коррективы в ваш образ жизни. В соответствии с теми болезнями которые вы уже имеете. Либо с теми генетическими особенностями которые вам присущи. А также правильно использовать лечебные либо профилактические средства. В этом случае вы сами отвечаете за результаты лечения либо профилактики. И ваш уровень здоровья и ваша жизнь в определенной опасности. С точки зрения современной природной воды все с точностью до наоборот. Среди тех кто в большей мере загрязняет современную экологию и ухудшает природную воду. Врачи среди аутсайдеров. И точно такие же претензии могут предъявить как водителю автомобиля. Так и его попутчику. Работнику вредного производства. Либо офисному работнику. Работникам любых профессий. Которые разными путями и разными в разной степени нарушают современную экологию. И вынуждают всех сегодня фильтровать природную воду. Чтобы она стала реально питьевой водой. Полезной для вашего здоровья. Если у вас отсутствует сегодня фильтр для воды. Самое простое решение. И самое экономически выгодное. Это обычный фильтр кувшин на кухню. С помощью которого вы любую воду можете превратить в питьевую. Почему говорю любую воду? Вода имеет основу. Те макро и микроэлементы, которые находятся практически в любой воде. И имеют свои уникальные особенности. Которые вы легко можете проверить, даже не обращаясь в лабораторию. Если у вас немножко подтекает вода и вы видите на сантехнике ржавые следы. Это значит, что у вас на вашем населенном пункте, скорее всего, трубы металлические. И уровень железа в воде немножечко завышен. Если у вас в населенном пункте трубы оцинкованные, как например в Москве. Либо медные, как например в Вене. Эти металлы неизменно будут оказываться в питьевой воде. И разным способом нарушать ваш уровень здоровья. И вам нужен картридж, который убирает металлы из питьевой воды. Если же в неочищенной воде вы кипятите воду в чайнике. И у вас появляется достаточно быстро накипь. Это говорит о том, что у вас в воде много солей жесткости. И вам нужен уже другой картридж. Который удаляет соли жесткости. Оставляя основу воды нетронутой. Понимаешь, что если вы живете в населенном пункте. Вам конечно нужен картридж, который удаляет хлор. Ну и другие органические и неорганические примеси из воды. И такие картриджи тоже есть. Обязательные условия каждого картриджа. Они должны удалять. Максимально удалять из воды находящиеся всегда там. Микроорганизмы, вирусы, возможно и грибки. Это степень вашей безопасности. В домашних условиях. И это очень важное условие правильного приготовления воды. Если вы собрались в поход, в командировку, в отпуск. Либо на лечение в любой другой регион планеты. Но! Обычные кувшины для этого не очень приспособлены. Во-первых, они достаточно громоздкие. И очень сложно использовать их пустоты с другой целью. Кроме как для хранения воды. Фильтры кувшины обычно достаточно имеют приличный вес. И самый большой их недостаток в условиях транспортировки. Они уязвимы к механическим воздействиям. Они достаточно жесткая конструкция. Которая при ударе, при давлении может не выдержать. И вы зря будете возить с собой это устройство. Если вам нужно фильтровать воду в полевых условиях. Есть оригинальное решение. Лейка. Она герметически закрывается с одной стороны. Крышка с другой стороны. Для транспортировки приспособлена очень легко. Очень пластично. Гнется как вы хотите. Возвращая исходную форму. То же самое делает сама лейка. Прекрасно. Я не боюсь ее сжимать. Она прекрасно выдерживает механические давления снаружи. Сохраняя исходную форму. Ну а нужный вам картридж. Легким движением руки превращает в рабочее состояние. А будете вы фильтровать любую воду. В чашку, в банку, в чайник. Это уже ваш выбор. Как вы будете использовать чистую воду. После окончания. Легким движением руки. Вы возвращаете устройство. Пригодное для транспортировки состояния. И ваше здоровье всегда в безопасности. Не важно. Вам нужно фильтровать воду. И очищать воду. В поле. На даче. В командировке. Либо в отпуске. В любом случае. Лейка. Вам поможет. Если вы. Как турист. Либо с целью лечения. Имеющихся у вас заболеваний. Оказались. В стране. Известной своими природными минеральными водами. То. Наружное применение минеральных вод. Обычно регламентирует врач. Как здесь. В купелях Сечени. Это. Будапешт. Венгрия. Внутреннее применение минеральных вод. Также должен регламентировать врач. В зависимости от приема пищи. До еды. Во время еды. После еды. Между приемом пищи. Утром натощак. Вечером перед сном. Но. Даже при таком обильном употреблении минеральных вод. Вам невозможно поддерживать полноценно водный баланс. И вы вынуждены пить другую воду. И это может быть либо консервированная вода. Кем-то и когда-то. И качество, которое вы контролировать не можете. Либо это может быть местная вода. Которая чуть меньше содержит минералов. И по этой причине может быть опасной для вашего здоровья. Вы можете легко передозировать те или иные минералы. И вызвать обострение либо тех заболеваний, ради лечения которых вы здесь оказались. Либо вызвать новые проявления заболеваний. Поэтому местную воду лучше обработать фильтром. До очистить, убрать лишние минералы. И приготовить привычную вам диетическую воду. Которую легко можно приготовить в любых условиях. И в этом случае ваше здоровье в полной безопасности. А приедете вы для лечения или как турист в Венгрию. Либо в Чехию. Либо в Словакию. Либо во Францию. В Италию. В Болгарию. В Португалию. И Испанию. Не имеет большого значения. Важно, чтобы вы понимали. Что вода, не всякая вода может принести вам реальную пользу. Некоторая может создавать серьезные сложности для вашего здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Надеюсь вы знаете теперь больше. Как очистить воду в походе, в командировке, в отпуске. И не пострадать. Конечно можно использовать дедовские способы. Шерстяная нить прекрасно очищает воду. Но от механических примесей. Бактерии, вирусы, грибки. Одни относительно мелкие. И вряд ли запутаются в хитросплетениях шерстяной нити. И эта опасность для вашего здоровья не исчезнет. Можно конечно воду кипятить. Некоторые так делают. Пытаясь уничтожить активность патогенов. Но появляется активность еще эндотоксинов. Которые при этом извлекаются. И вы фактически получаете бульон из погибших бактерий. С серьезной опасностью для вашего здоровья. В походе часто пытаются обеззаразить воду. Бросая уголь. В месте контакта воды с микроорганизмами и разгоряченного угля. Когда бактерии погибают, появляется новая опасность. Эндотоксины. Они чаще опаснее, чем экзотоксины. Которые бактерии выделяют в процессе своей жизнедеятельности. Уголь может частично связать какие-то компоненты. Но это метод научного тыка. А есть проверенные возможности. Которые легко и просто использовать. Как в командировке. Так в отпуске. В походе или на даче. Которые способны сберечь. Самое ценное, что у вас есть. Ваше здоровье! До новых встреч на моем канале! А в следующем видео вы узнаете еще одну очень важную информацию. Как правильно пить воду ночью. Чтобы снизить кардиологический риск. Контролировать который вы не можете. Если вы знаете такие видео есть на моем канале. Как правильно пить воду в разных ситуациях днем. Вы контролируете себя. И если вам стало несколько хуже. Вы можете совершить целенаправленные действия. Для сохранения своего здоровья. Когда вам ночью снится, что у вас инфаркт либо инсульт. Возможно это реальная ситуация. Потому как ночью кровь достаточно густая. Особенно у тех у кого плохо работает печень. Те у кого есть утром темные круги под глазами. Регулярно присутствуют холодные кисти рук. Либо стопы. Это говорит о том, что кровь более густая. И нагрузка на сердечно-сосудистую систему достаточно высока. И нужно знать как правильно пить воду ночью. Чтобы снижать вязкость крови в это не самое простое время в суток. И это вы узнаете в следующем видео на моем канале. До новых встреч на моем канале. Если вы не подписчик. Подпишитесь. Тогда важная для вас информация вам попадет в почту. И вы сможете просмотреть в любое удобное для вас время. И благодаря вам. До новых встреч.